Дамы и господа, леди и джентльмены, вы сейчас находитесь в Лондоне. Климат тут жизнерадостный, дождливый, но зато какой красивый. Всем доброе утро! Передаю всем привет жизнерадостный, позитивный и солнечный. Братцы, не надо унывать. Просто улыбнитесь и представьте, что сейчас вы на Багамах. На днях купила себе кашу, худеем за неделю, красота и стройность для тех, кто худеет. Каша льняная, натуральная. Ну, честно говоря, худеть мне некуда, я и так, в принципе, стройная, модельная, поэтому просто решила попробовать. На обратной стороне вы можете прочитать об этой каше. Способ приготовления. Нужно разогреть молоко и накрыть крышкой на 2 минуты. Итак, я высыпала кашу в мисочку. Вот так она выглядит. Она желтого цвета. И сейчас я добавлю туда молока. И накрою крышкой на 2 минуты. Осталось только немножко подождать. Итак, прошло 2 минуты. Каша готова. Сейчас я ее попробую на вкус. Не знаю, ну, какой-то необычный вкус. Я такую кашу ни разу еще не пробовала. Но мне не хватает сахара. Поэтому я, скорее всего, добавлю сейчас туда немножко лимонного джема. Добавила туда джема. Могу сразу сказать, с джемом намного вкуснее. А так непонятно что. Буду кушать. Всем приятного аппетита. Какой я сделаю отзыв об этой каше. С голодухи пойдет. Но кушать ее каждый день... Нет, братцы, увольте. Не буду кушать. Мне она как-то, не знаю, не понравилась своим вкусом. И тем более лучше кушать ее с джемом. Так что каша линая набрала 3 балла. Вчера с Андрюхой повторяли таблицу умножения. То есть я ему показывала вот карточку. Сколько будет 8-4. А вот на обратной стороне есть уже ответ. 32. Вот. Так что мы вчера повторяли. Мы ее выучили уже до конца. Ну, конечно, периодически нужно повторять. Потому что все-таки память нужно развивать. И ее тренировать. Просто так сидеть без дела не нужно. В компьютерные игры играть тоже, конечно, хорошо. Но учеба всегда стоит на первом месте. Поэтому, конечно, лучше повторить, чем потом сидеть и запоминать то, что забыто. Вот так. Так что мы тренируемся. Разрабатываем память. Таблицы умножения. Кстати, она в дальнейшем очень сильно пригодится. Когда будет уже возрослее. Пригласить девушку на свидание. А дальше уже, конечно, идет таблица умножения. С Андрушкой вчера заходили в один интересный магазин. И я там купила три поделочные бумаги. И в каждой лежит что-то интересное. И сейчас я вам покажу, что там лежит. Это поделочная бумага животные. Следующая будет у меня природа. Тут цветочки, листики. Все такое красивое. Следующая мне идет фрукты. Стоят они 68 рублей. Еще вчера я купила материал для того, чтобы сделать подделку для школы. Осенний букет. Вот здесь уже не хватает несколько цветов. Остался зеленый кусочек. Я покажу сейчас, как я сделала эту подделку. Ну, конечно, я не снимала, к сожалению, как я ее делала. Но сняла, как я уже ее сделала. Так что сейчас я покажу, что у меня получилось. Стоило это все 310 рублей. Показать нашу подделку. Мы сегодня с Андрушей сделали подделку. Называется она осенний букет. Завтра мы должны будем ее отнести в школу. И хотела показать. Вот. Яблочко, улитка. Это обычная банка железная из-под чая. Ниточки. Вот. Такие пушистые. Нарепили мы сюда с помощью скотч-листики. И я создала вот такие цветочки. Яблочко. Это пенопласт. Покрашенный в зеленый цвет. И вот улитка еще здесь есть. Вот. В общем, вот такая у нас подделка получилась. Завтра мы ее отнесем в школу. Вот. Так что вот так хотела вам показать нашу подделку. Меня многие спрашивали, откуда у меня эта мишка. Мишка у меня из Лондона. Вадим ездил в Лондон. И вот привез оттуда мишку. У него такая прикольная одежка. Очень все красиво. И вот такие замечательные сапожки. Здесь еще прилагается надпись. Также у нас есть две книжки про этого медвежонка. Они с Андрюшей читают про него. Очень, кстати, интересно. Кстати, хотела вам показать, что пакет до сих пор еще висит на дереве. Никуда он не упал в течение всего лета, зимы. Вот наступает уже опять зима. И, скорее всего, он будет также висеть дальше. С другой стороны, он послужил летом птичкам. Там вывелись птенцы. Так что домик для птичьего счастья. Для тех, кто любит писать необычные экзотические комментарии и ставить пальчики в джем, лучше почитайте эту книгу. Я думаю, что после этого вы будете намного добрее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok